Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наступила пора подвести итоги грандиозных работ 2020 года в студии Реклам.ру. Предлагаю вам вместе со мной прогуляться по улицам городов-мегаполисов и посмотреть на наши индивидуальные проекты. Ну что, поехали? Мы с вами оказались в музее Архангельском, где происходит выставка карет. Выставка каретная галерея открылась в отреставрированном западном флигеле дворца Юсуповых. Почему мы с вами оказались именно здесь? Благодаря огромным фигурам макетов коней от студии Реклам.ру. Шесть лошадей, выполненных в натуральную величину в белой покраске, от студии Реклам.ру сотрудники музея снарядили исторической сбруей. И если у нас с вами начался тур по музеям России, отправляемся в Эрмитаж. Здесь мы с вами встретим фигур лошадей от студии Реклам.ру, которых заказали сотрудники музея по особым историческим эскизам. Фигура коня выполнена в движении, она усиленная, а значит способна выдержать сбрую, которую на нее наденут, а также рыцаря в доспехах. В ближайшее время упряжка лошадей из Эрмитажа отправится в Голландию. Ну а мы с вами путешествуем дальше. Мы с вами оказались в столице Татарстана, в Казани. И здесь прогуливаемся по Малой Красной улице. Идея украсить улицу оригинальными арт-объектами принадлежит компании Авеню Вип. Именные бутики расположились на этой улице. Ритейлеры подошли к оформлению пространства креативно и с юмором. Заметили бандану на фигуре коня? Кстати, она является трендом этого сезона. Поверьте мне, Авеню Вип это точно знают. А мы с вами поедем дальше. Угадайте, где я? Чувашия, Лакреевский лес. Этот парк в городе Чебоксары оформлен индивидуальными скульптурами и необычной детской мебелью. Здесь вы можете встретить те же самые ростовые фигуры коней в натуральную величину. Поистине место волшебное. Но мы не будем здесь долго задерживаться. Мы оказались с вами в белорусском бестро Паттербро. Именно здесь установлена объемная фигура коровы от студии Рекламру с индивидуальной покраской. А именно это брендинг. Потому что на макете написано название заведения. Наша буренка поистине является легендарной личностью в Беларуси. Потому что уже тысячи фотографий с ней покорили страницы инстаграма. Вы когда-нибудь были в музее истории молока и глазированного сырка? Я лично нет. Студия Рекламру выполнила для этого музея фигуры по индивидуальному заказу. Это буренка, маленький теленок и фигура в виде доярки. Кстати, сам музей расположен на территории производства в небольшом деревянном домике. Советую к посещению. И не забудьте сделать фотографии с объемными фигурами от студии Рекламру. Перемещаемся дальше. Мы с вами оказались в замечательном ресторане под грандиозным названием «Фамилия». Здесь нас встречает у входа яркая фигура коровы зеленого цвета с надписью на боку, которая символизирует название ресторана. Кстати, по отзывам здесь еще и очень вкусно кормят. Отправляемся в следующий ресторан. Приятный интерьер и интересный антураж в красивом месте в старинном особняке в центре города. Вы не ослышались, а мы в ресторане «Модус». И здесь нас встречает корова от студии Рекламру в натуральную величину в золотой покраске. Золотая коровка в зале явно привлекает внимание и украшает внутреннее пространство. Ловите настроение вместе со стейк-бургерной «Да, шеф». И здесь около входа установлена наша фигура быка яркого красного цвета с надписью названием ресторана. Как говорят жители этого города, увидишь в городе быка – бери его за рака. Он у нас миролюбивый, его все любят, даже дети. Не будем долго задерживаться во Владивостоке, отправляемся в столицу. Мы в Новопеределкино. Замечательный детский парк под названием «Буратино». Символом этого парка являются объемные фигуры в виде животных, которые покрыты яркими разноцветными красками. Здесь от студии Рекламру бродит мимо лавочек замечательный оранжевый единорог. Отправляемся в следующий парк. Мы с вами в Ямало-Ненецком округе. Сквер Лазурный. Для этого сквера студия Рекламру изготовила несколько индивидуальных проектов. А именно фигуры под бронзу, которые изображают детей. Каждая фигура символизирует обычные детские шалости. Продолжая тему фигур под бронзу, переносимся в Пензенскую область. Неподалеку от Пензы в городе Пачелма расположился наш станционный смотритель. Он является своеобразным символом этого года. Фигуру мы изготовили по мотивам рассказа «Станционный смотритель» Пушкина. Теперь отправляемся в сказку к братьям Гримм. Город Негань. Ханта-Мансийский автономный округ. Мы с вами в детском саду номер 2. И здесь живут наши скульптуры в виде белоснежки и ее замечательных друзей-семи гномов. Причем каждый гном, как в настоящей сказке, занимается своим делом. А фигуры выполнены в натуральную величину. Представляете, дети, когда приходят в сад, оказываются в настоящей сказке. И все это благодаря нам, студии Реклам.ру. И наше заключительное путешествие состоится в Мурманской области. Мы в Саамской деревне. Музей под открытым небом. И здесь, около входа, нас встречают символы древнего народа – якут и якутянка. И вы представляете, их высота составляет почти 3 метра. В планах у этого музея создать целую композицию, которая символизирует местный народ. Совсем скоро там появится упряжка с оленями от студии Реклам.ру. Здесь же находится окружной дом ремесел. Мы изготовили для них целую коллекцию лесных зверей. Причем цель была добиться максимальной схожести с настоящим животным. Как по размерам, по габаритам, так и по покраске. И мы это сделали. Посмотрите, насколько точно наши мастера воплотили в реальность фигуры медведей, оленей и волчицу с маленькими волчатами. Ну а нам с вами пора возвращаться домой. Согласитесь, захватывающая была прогулка. 2020 год для студии Реклам.ру выдался очень плодотворным. Я вам это доказала. Наступает 2021 год, а это значит, мы открыты к нашим новым индивидуальным проектам.